Сейчас необходимо обратиться в первую очередь к закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Там дан термин «ограничительное мероприятие» в скобках карантин. Это, собственно говоря, комплекс административных, медико-санитарных, ветеринарных и иных мер, направленных на недопущение распространения инфекционного заболевания. Выражающий в чем в предупреждении это? В ограничении, вернее, в особом режиме хозяйственной иной деятельности, в ограничении перемещения людей, в ограничении перемещения товаров, грузов, населения и животных. Это не самоизоляция. Это ограничительные мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекционных заболеваний. Граждане должны это четко понимать. Пунктом 1.6 в указах главы для граждан предписано находиться по месту проживания, месту пребывания. За исключением, ну и покидать его буквально только в исключительных случаях, которые в этом указе прописаны. Протоколы по данной статье могут составлять как органы Роспотребнадзора, так и органы полиции. На 12 часов составлено таких протоколов в отношении 37 лиц, которые нарушили режим, не самоизоляции, повторяюсь, а нарушили режим ограничительных мероприятий. Чем карантин отличается от ограничительных мероприятий? Если вы откроете, увидите ограничительные мероприятия, сколько карантин. Карантин вводится в отношении, как правило, инфицированных лиц и тех лиц, которые, ну, будем говорить, контактные, подозревают, предполагается у них наличие заболевания. Ограничительные мероприятия более широкое понятие. Оно вводится для всего круга, ну, в данном случае для всего населения Республики Бурятия. Для чего это введено? Для того, чтобы инфекция не распространялась. Для чего введены нормы такие, которые карают, наказывают за несоблюдение данных норм? Вот для того, чтобы у нас граждане есть те, которые, ну, не то, что небрежно, хаватно, можно сказать, относятся к своей обязанности оставаться дома. И подвергают риску не только себя, но и своих близких, а также всех окружающих лиц. Для этого введена норма, для того, чтобы люди чувствовали ответственность за совершенные действия. Если гражданин в нарушении указа главы покинул место проживания, пребывания, на него налагается ответственность административная в размере штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Для чего нужно покидать? Для того, чтобы распространять инфекционные заболевания или что? Для чего? Или студент, который едет к своей тетушке. Ведь сказано же, сидите дома. Для чего нужно ехать? К тетушке. Объясните мне. Для чего? Он покинул. Соответственно, он сознательно нарушил этот режим. Наша задача не в том, чтобы побольше штрафов административных наложить. А наша задача заключается в том, чтобы люди постарались не покидать то место, где они в данный момент находятся, где их застал этот указ, так скажем. Где они пребывают, где проживают.